В прошлом видео мы проверяли, точно ли у тебя есть А2, помнишь? Спасибо вам большое за реакцию, мы очень рады, что такой формат вам понравился. И, конечно же, по вашим просьбам, видео с тестом на B1, то есть на Intermediate. Но если ты еще не прошел А2, то скорее включай прошлое наше видео. Меня зовут Вероника, с вами Puzzle English, начинаем наш тест, ответы сразу. Все как в прошлый раз. 10 вопросов, сразу ответы, чтобы убедиться, есть ли у тебя B1, загибай пальцы. Должно получиться 9 из 10. Вопрос первый. Я не могу работать, я очень хочу спать. Ну, нам нужно это закончить, я принесу тебе кофе. Какой правильный ответ? Как ты думаешь, какой из ответов подходит лучше всего? Конечно, первый вариант верный. А почему? Потому что это наше спонтанное решение. Я принесу тебе кофе. Это не было заранее запланировано. Хотите еще пример, чтобы точно закрепить? В первом случае это план, да, то есть present continuous. Во втором это спонтанное решение, поэтому future simple. Поехали дальше. Вопрос второй. И снова первый вариант ответа верный. А почему? Потому что мы понимаем, что речь о прошлом. И здесь есть четкий указатель времени. То есть, когда в прошлом это произошло? В пятницу. Есть четкий указатель времени и действие непродолжительное. Однозначно по simple. Вопрос три. Сможешь найти верные синонимы? У каждого слова одна пара. Оба слова имеют значение скучный. Tired, exhausted. Уставший. Furious, angry. Злой. Ну что, угадал? Загибай палец. Вопрос четыре. He, here, all his life. Can you believe it? Is living, has lived, is lived, live. И правильный ответ. Has lived. Почему? Потому что мы используем present perfect, когда что-то началось в прошлом и продолжается до сих пор. Давай еще парочку примеров разберем. I've worked here for five years. То есть я начала работать здесь пять лет назад и я до сих пор тут работаю. Present perfect. I've known him for ten years. То есть я встретила его десять лет назад и с тех пор его знаю. То есть знаю его уже десять лет. Вопрос пять. Здесь проверяем артикли. I wanna watch TV. Have you seen remote? Нету нигде артиклей. The, the. Нет артиклей the. Э, the. И правильный ответ. Третий. Угадал? А теперь почему же так? TV используется без неопределенного артикля. То есть если бы он был, то по смыслу неопределенный артикль здесь очень подходит. Потому что мы говорим о предмете впервые. Но TV в английском языке посчитать мы не можем. Поэтому без артикля. А вот во втором случае речь уже идет о конкретном пульте от конкретного телевизора. То есть неопределенный артикль. Он должен был бы быть у пульта. Так как мы можем их посчитать. Но здесь мы его заменяем на определенный артикль the. Потому что пульт не любой, а конкретный. Мы ведь уже упомянули о каком телевизоре идет речь. И здесь я не могу не отметить очень важный лайфхак, который я стараюсь донести к каждому студенту. Когда носители учат новые слова, то есть даже в детстве, это не просто dog, cat, cup. Это всегда a dog or the cat, a cup. Вы можете упростить себе жизнь даже просто тем, что когда вы учите новое слово, учите его сразу с неопределенным артиклем. Конечно, если он есть. И читайте вслух как можно чаще, если видите определенные артикли, чтобы их использование тоже было у вас на слуху. Ну вот, половина пути уже пройдена. Не устали? Сколько у вас уже правильных ответов получилось? Едем дальше. Вопрос 6. И, конечно же, told. И это, кстати, очень популярная ошибка. Давай разберемся, чтобы больше никогда не путать. Вот, в принципе, и вся разница. То есть, say может употребляться сам по себе. He always says so. Он всегда так говорит. Она сказала, что если добавляется кто-то, то и добавляется to. Например, Не говори это ей. Or, say hi to Sarah. Передавай привет Саре. Поэтому, если важнее, что кому-то что-то сказали, то мы чаще используем tell. She told me that. Or, did she tell you about that? Вопрос 7. Сможешь выбрать правильный предлог? That's very nice. You. Это так мило с твоей стороны. Варианты ответов. To, of, with. И? Да, все правильно. Второй вариант верный. That's very nice of you. Very kind of you. Очень хорошее, кстати, выражение. Чтобы сказать, это мило с твоей стороны, это очень хорошо с твоей стороны. Так что запоминайте. Вопрос 8. He told me that his phone lost, had lost, has lost, did lost. Это, кстати, сложный вопрос. Но вы, конечно, правы. Правильный ответ второй. Разберем? Past perfect мы употребляем, когда хотим показать, что какое-то действие было до какого-то другого действия. То есть здесь он потерял телефон до того, как он мне об этом рассказал. То есть рассказал в прошлом, а потерял еще до этого момента. И именно past perfect дает нам возможность увидеть хронологию событий. То есть в русском языке, чтобы понять хронологию, мы используем дополнительные слова. А они же используют времена. Вопрос 9. Это тот вариант, который чаще всего употребляется с must. Потому что must не так часто используется в своем прямом смысле, то есть должен, как по закону, по инструкции, по политике компании. А чаще всего он используется именно как должно быть, должен быть. Как будто предполагаем. Раз она живет в поместье, значит она должна быть богатой. Это наше предположение, которое на чем-то основано. Давайте рассмотрим еще парочку примеров. Он ходит в зал каждый день. Должно быть, он сильный. Это мое предположение. Дорога мокрая. Должно быть, идет дождь. Понимаете? И последний вопрос на сегодня. Вопрос 10. Сегодня мы оригинальными не будем тоже. Ну, может быть, будем в следующем видео. Вопрос такой. Ты подписан на Buzzle English? А приложением нашим пользуешься? Тогда это однозначно заслуженный балл. Ну что, сколько баллов у тебя получилось? Есть у тебя B1? Двигаемся дальше до B2. Пиши свои результаты в комментариях. И, конечно, предлагай темы, которые интересны именно тебе. Спасибо, что сегодня были с нами. До новых встреч. Пока-пока.